МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы вам привезли книги. Я думаю, ребята будут рады этим книгам. И всё-таки на 45 книг фонд ваш пополнится. У меня мало энциклопедической литературы, сами видите. А здесь я вижу очень много хороших книг, энциклопедий, хрестоматий. Они не будут лежать, они же красочные. А детей привлекает цвет, рисунок. Несколько литературных новинок ушло с полок Казановской библиотеки буквально сразу, ещё во время визита парламентариев. Библиотекари говорят, посетителей всегда много. Статистические данные это подтверждают. В Казановке сегодня проживает почти 300 человек, из них 210 – активные читатели. Уже хотя бы поэтому местной библиотеке следует уделить особое внимание. Здание старое, с печным отоплением, постройке требуется ремонт. Похожая ситуация наблюдается и во многих других сёлах республики. Решение проблемы парламентарии видят в следующем. Нужно совмещать с зданиями, чтобы это был комплекс. Комплекс, например, клуб и библиотека вместе. Вот тогда это будет здорово. Посетили на этой неделе депутаты Иустя Бакан. Местное центральное отделение библиотеки расположено в здании ДК имени Гагарина. Вскоре здесь же откроется юношеская библиотека. А на её базе правовой кружок, также клуб вне сети. Школьники будут играть в настольные игры. Парламентарии привезли в подарок юным читателям литературные новинки. Иллюстрированные атласы, энциклопедии, справочники, произведения писателей-классиков. И более того, экземпляры книги Ивана Матвеевича Штыгашева, прапрадеда, председателя Верховного совета Хакасии Владимира Штыгашева, записки сына земли Матурской. Книжный фонд у Стабаканской библиотеки пополняется регулярно. Приобретается литература на бюджетное средство. Приносят издания сами читатели. Только в рамках действующей районной акции «Подари книгу сельской библиотеки» уже удалось собрать более 400 изданий. Эти книги будут поделены между библиотеками наших территорий. И часть книг будет отдана, скажем так, тех книг, которые представляют наибольшую ценность. Это вот как у нас здесь есть справочная, это библиографическая литература. Она сядет у нас в центральной библиотеке. У нас есть отдел использования книжного фонда. Это тот фонд, откуда все библиотеки могут брать книги. То есть, допустим, человек, живущий в Ахоле, может заказать эту книгу, и она ему придет посредством библиотеки Алла Черков. Однако все это возможно в том случае, если сельская библиотека входит в систему централизованной библиотечной системы. Плюсы от этого немалые. Это финансовая поддержка, обновление фонда, стабильность кадров, контроль за деятельностью всех муниципальных библиотек. Представители Минкультуры и депутаты Верховного Совета намерены сохранить все положительные наработки в этой сфере. Сложившаяся система централизованных библиотечных систем, которая более 30 лет, она уже живет в Российской Федерации, в том числе в Республике Хакаси, это единственный самый верный способ сохранения и библиотечного обслуживания, и всего комплекса услуг, которые сегодня на библиотечном уровне оказывается населению. Это не только книга выдачи, это, конечно, большая патриотическая работа, которую библиотекарь и библиотека сегодня оказывают. Радует, что большинство глав муниципальных образований, большинство, у них действительно государственный подход. И они все-таки библиотеки оставили на муниципальном уровне, не передали на поселенческий уровень. Потому что мы понимаем, что если мы передадим библиотеку на поселенческий уровень, как показывает практика, в тех муниципальных образованиях, где были переданы, они превратились просто в комнаты при клубах. В списке территорий, которые посчитали нужным вывести библиотеки и системы и перевести их на уровень поселений, только две – Ширинский и Алтайский районы. Местные читатели уже ощутили на себе последствия столь поспешных решений районных властей. Свой предварительный вердикт вынесла и контрольно-счетная палата республики. Децентрализация повлияла на снижение уровня функционирования и организации работы библиотечных систем. Не во всех библиотеках имеются интернет-сайты, не во всех они работают. Наши библиотечные системы не используют опыт регионов. Вернуть сельские библиотеки в систему поможет новый закон о закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями в республике Хакасия, инициаторами которого стала группа депутатов Верховного Совета. Суть документа – перераспределение полномочий между поселениями и районами. Отдельным пунктом там значатся и библиотеки. Принять закон депутаты Верховного Совета планируют уже на ближайшей сессии 29 октября.